доброго времени суток уважаемые дамы и господа тема этого небольшого видео урока стандартные странные стандарты речь пойдет об угловых ударах и о фланговых штрафных которая будет разыгрываться несколько необычно нестандартно начнем со следующего вот сейчас перед вами картинка среднестатистического углового удара у нападающей команды пару защитников остаются в центре рядом с ними отдыхают нападающие обороняющихся ну а то что в штрафной площадке вы видите и знаете один игрок защиты препятствует удобной подаче в трофную площадь остальные игроки разобрали нападающих в общем обычная толкотня обычная тусовка обычное хватание за трусы футболки и так далее мне это никогда не нравилось но дело не в этом мы сейчас говорим о следующем вообще вот какова вероятность поражающего удара при таком варианте розыгрыша ну кто чаще всего претендует на завершающий удар вот этот вот игрок потом его сосед вот этот игрок этот игрок ну возможно еще этот игрок но не важно как правило игроки которые находятся где-то в районе или 11 метровой или линии линии вратарской те игроки которые находятся на линии вратарской мало того что они блокируются защитниками есть еще такой товарищ как вратарь соперника который если он достаточно техничен и достаточно опытен может без проблем снять любую навесную передачу адресованную либо этому либо этому либо вот этому нападающему соперника неважно то есть к чему это все виду я это все виду коэффициенту полезного действия под розыгрыша подобных угловых ударов ну в общем то вам тут все ясно я вам все показал а сейчас вам хочу показать другое расположение игроков что вы скажете по поводу вот этой картинки эта картинка радикально качественно отличается от той которую вы видели только что чем тем что в штрафной площадке соперника при розыгрыше углового удара находится только трое футболистов атаки нападающей команды только трое какой смысл в этом во всем вот посмотрите где находится вот этот вот игрок я его сейчас показываю да вот в эту точку по договоренности на тренировках допустим в эту точку до будет посылаться мяч тем кто пробивает угловой удар но тот кто пробивает угловой удар он человек он может ошибаться может быть не долет может быть перелет но в принципе азимутно направление подачи мяча он может выдержать достаточно точно а вот с недолетами перелета могут быть проблемы именно поэтому именно поэтому перед этим футболистом вот этим которому адресовывается мяч до находится передний страхующий и находится а за ним находится задний страхующий случае перелета мяча вот собственно говоря и все зачем тут еще игроки другие в этом нет никакого смысла другие игроки значительно полезнее вне штрафной площадки соперника вот эти четыре игрока которые я вам нарисовал для чего они расположены здесь но вы уже прекрасно понимаете они расположены в случае вылета мяча и штрафной площадки скажите пожалуйста вот сейчас идет допустим подача углового мяч летит в штрафную площадку скажите но допустим мяч находится здесь вот этот вот красный игрок да вот этот вот защиты что он будет делать он будет принимать мяч на грудь да никогда в жизни он не будет опускать мяч на землю потому что это смертельно опасно потому что это штрафная площадка соперник очень близко до разумеется он будет что делать выносить мяч либо в этом направлении либо в этом направлении либо в этом направлении либо в этом направлении но если он запустит мяч за линию своих ворот но и ради бога ночь будет еще один угловой подан во всяком случае если мяч будет попадать к нему то он не будет до бесконечности посылать мяч за линию ворот в конце концов это рискованно мяч может срезаться ворота там когда угодно он может его выносить если он его будет выносить вот тут то и понадобятся вот эти четыре человека четыре футболиста о которых я вам и говорил то есть к чему я веду при подаче углового мяч никогда не опускается на газон потому что это смертельно опасно для обороняющейся команды мать мяч будет в обязательном порядке выноситься и вот эти четыре футболиста они есть гарантия того что с вероятностью ну скажем процентов хотя бы 50 это уже тоже неплохо с вероятностью процентов 50 ими может быть перехвачен мяч и произведен удар поворотом поэтому вот такое расположение я имею ввиду прежде всего расположение нападая игроков нападающих команды я считаю очень эффективным когда полностью ну или не полностью ну скажем процентов на 80 перекрывается зона возможного выбивания мяча вот и в штрафной находится минимальная количество игроков нападения вот такой розыгрыш я считаю очень оптимальным теперь что касается фланговых штрафных ну допустим штрафной пробивается где-то там в этой точке до ситуация та же самая та же самая то есть в штрафной находится три человека причем центральный игрок нападения он будет там куда по договоренности будет посылаться мяч если мяч будет если мяч будет посылаться скажем вот в эту точку да то передний страхующий будет находиться здесь задний страхующий будет находиться где-то здесь ну и соответственно тут защита будет тоже подстраиваться там блокировать там и так далее все это понятно а четыре вот этих футболиста которые держат которые контролируют зону возможного отскока это святое это незыблемая они как были здесь так и остаются здесь в этом собственно говоря и изюминка этого розыгрыша а троих поверьте вполне достаточно в штрафной для того чтобы нанести нанести удар потому что если будет тут не 3 опять поверьте это не изменит ситуации абсолютно толкотня суетня в такой ситуации сделать нацеленную нацеленный удар во первых сделать удар тяжело любой толчок и все да а сделать нацеленный удар весьма и весьма проблематично поэтому намного эффективнее намного эффективнее разыгрывать стандарты фланговые штрафные и угловые удары именно так вот как я вам показал ну судите сами насколько это эффективно или нет я вам высказал свою субъективную точку зрения если бы я в данный момент руководил командой то вряд ли я конечно такие штрафные разыгрывал бы но что касается фланговых такие угловые разыгрывал бы но что касается фланговых штрафных то они разыгрывались бы приблизительно вот по такой вот по такой схеме которую я вам показал и еще один момент которая если честно упустил говорил говорил и упустил при угловых ударах и по или при фланговых стандартах нужно обязательно блокировать противоположный фланг на предмет сквозного пролета мяча то есть блокировать сквозняк другими словами как я говорю вот в данной ситуации которую вы видите когда мяч начинает приближаться в точку назначения вот этот левый игрок слегка должен начинать уже смещаться в зону возможного пролета мяча если он видит что мяч действительно пролетает игру игроков он должен рывком подойти в необходимую точку и блокировать этот пролет а дальше уже сами понимаете либо отдача под удар либо снова прострел но только уже прострел в штрафную площадку соперника ну либо даже обводящий удар в конце концов с этой точки в общем вариант вариантов много у того у того футболиста который будет блокировать сквозной пролет но это сквозной пролет обязательно нужно блокировать в данном случае я показал это нужно делать игроком противоположного фланга если скажем штрафной будет производиться на левом фланге вот тут я вам показываю да ну то разумеется что вот этот игрок должен тщательно контролировать сквозной пролет мяча ну вот собственно говоря и все что все что я хотел сказать ну при угловых ударах аналогично вы все это понимаете у меня все